Дима катается на очень необычном велосипеде Ну, возможно, я так не задумался Ну, насколько я знаю, я в первый раз увидел тебя на диртах-возерках И ты делал адские всякие полеты И все трюки были связаны с сейером, правильно? Ну, возможно Стрит не твое, да? Не, ну почему? Так сложилось, наверное, изначально я попал в компанию, где... Ну, мне был интересен дирт И стрит у меня нет никакой, как бы, к нему аллергии Но я не силен в нем, точно Вообще, нулевой уровень практически Ты затачивал свой байк под дирт? Вокруг тебя, собственно, все катали дирт, парк, да? Ну, не так, что вокруг меня там А мне было интересно И на самом деле байк просто я убирал по надежности Особо не разбираюсь в геометрии дирт, стрит Просто выбирал надежные детали Большое количество поломок ты прошел собирая свой велосипед И с учетом того, что трюк у тебя достаточно серьезный И, как бы, любой крэш может разъебать велосипед Ну, так, потихоньку все ломалось С самых серьезных это отрывался шток на вилке А что за вилка была? Аргал 32-й Ну, также морзущий там Из влюбленных проблем это корона трещина Которая трескает, да? Ну, у меня одна даже свернулась, ноги их стали под углом Ну, мне повезло, то, что я заметил Она могла подвалиться там А так В принципе, ну, шатуны отваливались Там были алюминиевые, да, башни Ну, чисто так Из-за падений, падений все ломалось Ну, типа велосипед падает с большой высоты Шатуны, ну, да, там Зимой, особенно, если идет Руль так же отвалился, флик лучил Отвалился руль А что за руль был? Ну, первого велосипеда это был GT Checker А, ну, понятно, что за руль То есть, первый твой велик был GT Checker Вот мы выяснили это Ну, первый прыжковый, как бы До этого я там занимался, типа, на обычном велосипеде На контрином Магусте Что-то, я не знаю, подобное Кросс-кантри Я увидел там журнал какой-то, что МТБ это Ну, мне понравилось фотографию, что они летают Начал там ездить Мангуст развалился в говно, да? Ну, он у меня сейчас есть Он заваренный Типа я готов на нем Стос-кантри Ну, да, там не выдерживал навеска Там все это Все поменяно Только рама осталась Задний Ну, он был двухподвес Соответственно, там задний треугольник Из-за его дешевизны Торсионная жесткость была Слабая Никакая, да? А железо тебя подводило когда-нибудь так, чтобы был прям риск травмы нихуевый? Ну, как я и говорил, самое жесткое Я ощущал это вот отрыв штока на приземлении И как, обошлось тогда? Ну, да, это было в ракете на фанбоксе Какое-было Нормально все было Ну, даже и неприятно об этом думать А так, все обходилось А сколько ты уже катаешься, Димон? Ну, сложно сказать Шестой год, получается, даже седьмой С трюками шестой, да? Ну, вот GT Checker Какое-бы, это подарок на 23 февраля 2008 год А кто сделал тебе такой подарок шикарный? Папа Спасибо папе, кстати Да, всем папам спасибо, кто подгоняет детям велосипеды Видите, вы можете поменять их жизнь к улучшению А вокруг тебя все на BMX катаются? Ну, твоя компания Ну, сейчас больше, да, уже Потому что Многие, с кем я начинал, да, из МТБ Многие катаются То есть многие перестали кататься, а кто-то ушел в BMX, да? Ну, да А сам ты что думаешь о переходе с МТБ на BMX? Это же частое явление Ну... Предатели Родины? Да нет, я так не отношусь, но как бы в этом есть более... Ну, допустим, у меня был такой период, что денег реально особо нет И бесит то, что, допустим, те две билки особо недолговечны И задумываешься, что BMX намного прочнее Но, с другой стороны, на BMX убиться легче, мне кажется И руль, когда ломается, он ломается не по выносу, а ломается у горшка И можно распороть руку, ну и много всяких неприятных, может быть, моментов, да? Ну, да Ну, больше всего, что я не приемлю то, что я перейду на BMX Это то, что я не справлюсь просто с его уязвимостью На нем очень опасно, надо контроль иметь У меня особо контроля... Ну, так нет То есть, поэтому ты задлинный велосипед еще и потому, что на нем Уровень контроля будет выше, что ли, получается? Ну, не знаю, просто... То есть, тебе нужен высший контроль, чтобы справиться с коротким велосипедом? Ну, да Ну, и вообще, теорема такая по жизни, что... Как-то считается, что, может, что-нибудь тяжелым, и себя научусь-то не будет Легче потом на чем угодно Ну, да Ну, там много факторов Нельзя однозначно сказать, какую или иную сторону Велосипед у Димы интересный, еще раз повторюсь Рама 2009 года DMR Transition 26 Это брутальная рама весом 3,2 килограмма Но вот я вижу по верхним перьям, что она треснула 2,98 вес Да? Да, там была огромная статья, что-то... Ну, не статья, они презентовали эту раму как... Что-то, что она фунт веса сбросила До этого была 3,4 Рама почти такая же, типа, серый цвет Там были огромные дропауты, я помню Ну, если честно, я не считаю, что это рама какая-то древняя Ну, она не древняя Я просто взвешивал ее, когда работал в Веломире, она весила 3,2 на весах Ты ее взвешивал, или это была просто презентация? Ну, просто презентация Я вообще не взвешивал никогда Да, самая спет, у меня нет весов там, точно Особо не заботится Вызывайте, парни, не взвешивайте железо и не паритесь Ну, сейчас, возможно, он весит больше, когда что-то заварено немножко все А реально вот здесь вот трещины пошли по перьям поверхным? Ну, да А как так получилось? Я думаю, это из-за всяких там, не так, перекрустов, я думаю, может Флэйр? Да нет, мне кажется, в то время я очень, типа, начал учить ДС Ну, под 90 хип-трансфер 90 там, большая нагрузка была Не знаю, ну, я очень доволен ее прочностью Хорошая рама Очень странно, что перья сломались именно наверху Ну, я смотрю, и снизу тоже есть сварка, да? Ну, да, но это чисто так, там, маленький-маленький трещин А вот тут было прямо уже ржавшина, там, видно Издец был, да? Даже поведенный немножко перья в этом ноге Вот видите, да, даже брутальная рама начинает умирать Ну, а сколько ты уже на вареной раме катаешься? Ну, второй год, получается, что ли Второй год, поэтому, как бы, для тех, кто не гоняется за перфектизмом Это отличный выход, правда? Она была два раза заварена, как бы Не то, что она развалилась, а Сначала было изначально только вот в этом мостике трещины заварено Потом появились внизу так И просто я подстраховал, что подварил Спасибо, живописцы Андрея, кстати, бесплатно заваривают И, кстати говоря, да, Андрею спасибо, я его тоже знаю Он, насколько я знаю, по-моему, как-то у него была рама дырявая окона, да? Все об вентиляции Ну, да, там все восхищались его Прикольный тип В общем-то, технологически рама сделана нормально Тут правильные формы косынок Правильно привалены перья На нижних перьях есть даже усилители, которые идут от каретки по нижним перьям Как будто бы, ну, не грязь сектора А просто, чтобы это место усилить Оно действительно часто ломается Ну, видите, к чему это привело? Узел стал слишком жестким Нагрузка перешла наверх И трещины появились не снаружи пера, там, где подварки есть А прямо с внутренней стороны Но, тем не менее, рама до сих пор живет Мне кажется, уже невозможна эта ошибка То, что вот этот мостик там Может, следовало сделать трубку Но можно было мостиком не захватывать подсидельную трубу Тогда жесткости было бы меньше чуть-чуть здесь Но, мне кажется, просто вся нагрузка сюда ушла Потому что снизу было очень жестко Ну, да Ну, результат, я считаю, выдающийся Потому что она держится столько много При большом количестве ошибок Упрощает много Нижняя косынка под рулевым стаканом сделана правильно Она вся закругленная То есть никаких напряжений не скапливается И под стаканом действительно ничего не сломалось Я не думаю, что сломается в ближайшее время Юга здесь Аргайл 318 Он же РЦ С несогнутыми ногами Что странно И... Либо они исправили дефект Либо у Чака хорошие приземления стали Навряд ли И... Да Компрессия, отскок вилки Только на стройке Вилка не согнана Руль Прайд Стрит 63? 68, я не знаю В общем, средний Средний Вынос СНДМ Икс ЛТ И получается, что у тебя практически нет подъема И очень длинный вынос Как вообще с таким велосипедом справляться? Ну, в полетах он, наверное, очень стабильный За счет этого Ну... Видимо, да Особо не разбираюсь У меня был вынос Самый короткий, что у меня был Это 40 мм И как тебе с ним было? Да, особо разницы я не чувствовал Мне даже на этом больше нравилось Ну, именно летать больше нравилось Баник же дергать было легче на 40-ом Да, если честно, я не запарился так Ну, на самом деле, мне на этом больше нравится Потому что, допустим, 40 мм у меня был Труатив Пассифель Он сломался Там были проблемы с вилкой Сломался Я просто поменял там Мне попался BMX у нас Что нестандартный 53 мм Выбег Ну, мне понравилось, как бы На дертах очень хорошо У нас, не сомневается Ну, вот, да Длинный велосипед Длинный вынос Низкий руль Это все дерт Геометрия, получается Байка Здесь грипп с оде лонгнек Мягкие, прикольные В общем-то Выбор, как видите, очень многих райдеров Это не реклама Покрышки Тёга ФС-100 Это, как я понимаю, очень долгоиграющая резина Как она вообще держит дерт? На дертах без проблем Никогда не сносит, не заносит? В принципе, нет Ну, может, только если пыль Любая покрышка не будет держать Ну, да Передняя втулка Ксению Без креплений по диск на промах Ну, это каталожная втулка Она много где стоит Точнее, много Кто на наклейку свою лепит Передний обод мы не смогли опознать Но, судя по концепции Диминого байка Он прочный Задний обод MTX Такая же покрышка Втулка Культ Матч Это BMX втулка с 14 осью Дима поставил красивые спейсеры Установил, в общем, BMX втулку в MTB дропаут и правильно сделал Дропауты точил или они были под 14? Я просто не помню Ну, как раз очень отличие этой рамы То, что тут 14 изначально дропауты под MTB втулку И, ну, в этом, кстати, можно заподозрить их маркетинг некий Что у них только одна втулка подходит специально для этих, ну, тропаутов И также тут подсидел 26,8, по-моему, это нестандартно 26,8 подсидел до запара Ну, тут у тебя стоит пивота у DMR-овские, седло такое достаточно жесткое и маленькое Как ты вообще с таким седлом? Почему такое подставил? Или у тебя вообще никаких предрассудков к седлам нет? Ну, мне тоже так седло попало, как сказать У меня уже было ужасное седло просто Мне друг дал седло Мне понравилось, наоборот, оно такое, типа, меру, медиум Покрытие очень нравится То есть отношение у тебя к велосипеду совершенно нестандартное В плане того, что ты не запариваешься по железу, не гоняешься по геометрии Главное, чтобы не ломалось, а трюки, и ты уже осилишь Ну, возможно Ну, конечно Как сказать? Присутствует некая большая лава у всех Там хочется что-то необычное, детали какие-то По цвету, допустим Ну, по цвету, да Шатуны, шатуны каталожные, дарк-блэйр Ты не пробовал их еще снимать? Ну, я просто, ну, много их снимал, потому что у меня были проблемы со звездами А какого они года? Шатуны эти Не знаю Нет, тоже они достались там от друзей То есть проблем со снятием нет сейчас? Легко одеваются? Или нужен огромный рычаг, чтобы выжать его и потом опять закрутить? Ну, скорее дело, тут 19 ось, соответственно, тут съемник, это башня Да Ну, два съемника уже сломано, а вот я не знаю, как с 22 осью не снять их точно Просто фишка в том, что там сделаны так плотно шлицы, что они еле садятся Шатун Ну, я... Мне это в плюс, на самом деле Мне очень нравится то, что все это прочно съедит Но на 22 осью я не представляю, как люди их будут снимать Это нереально Вот так вот, будьте внимательны Я такие шатуны спиливал с рамы, потому что я не мог их снять Звезда здесь стоит... Мутини А, мутини под шлицы То есть она не крепится болтом к шатуну Там стальной сердечник, и он надевается прямо на ось Он даже не надевается, а прессовывается тоже очень плотно И это большой плюс, потому что, во-первых, звезда стоит всегда идеально прямо Ее не перекашивают болтом, и она не станция овальной То есть, как бы, кого замучили эти звезды, овализирующиеся, можете попробовать Ну, если у вас, конечно, шлицевые шатуны Педали Fly Можно про звездущую Да Плюс для меня, допустим, был перехода Ну, попробую свою вещь, то что у меня не было проблем с вот этой прецессией Потому что не ровно чейнлайн А то, что болт, посадочное место, что-то не выдерживало У меня постоянно ломался или болт Или звезда, да? Ну, или звезда стенку вырывала Я переворачивался в другую стенку, все равно ее вырывало Вот так вот Потому что тут еще В связи с тем, что BMX-стулка Надо зонт ставить, колеса, да? Ну, потому что звезда маленькая И там крепление под малый болт, это M10 Не, M10, M8 Ну, маленький лишь диаметр, не выдерживал Так как драйвер на BMX-стулках больших, как в МТБ, не было Ну, из-за этого проблемы А как с маленькой звездой и такой передачи? Передача совсем не дертывая Хватает разгона? Да хватает, в принципе Да, я считаю, на дертах должно быть так, что на катах Все на катах, в катах, а не за крутыми Ну, правильно Очень, очень, видите, здраво рассуждает Чак Уже мы заговорились, запизделись Давайте уже перейдем к катанию Я, конечно, вряд ли что-то смогу на этом велосипеде показать Очень непривычная концепция Но о катании Чака смотрите внимательно Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Огромный респект Чаку за то, что он дает такие трюки на таком велосипеде Вы видели, я не могу даже барспин сделать на нем нормально А Дима дает К сожалению, флэеры в основную программу не попали Как-то не получилось у него чуть-чуть добрать Здесь в жесте, не знаю, паркаты или просто Дима не раскатался Но мы их ставим в краш-секцию, так что вы сможете насладиться этими попытками Дима, что бы ты хотел сказать нашим зрителям на прощание? Ну, всем удачи Занимайтесь любым делом Что, катайтесь Особо не запаривайте совет По... Как сказать... По железу? Ну да, и вообще, ну... По одежде там Чтоб не выпендриваться везде особо Проще надо, проще А у него на джинсах сзади написано Lamborghini, что-то там я запалил бирку Это фейк или что? Или это насмешка над твоим же девизом? Да, не знаю, с рынка джинсы китайские У меня есть еще Dior джинсы были там Такие отцовские Я не считаю, что это круто Ну все тогда, ребята Всем счастливо Увидимся в следующих выпусках Если вам понравился этот драйв с Димой Его катание Ставим лайки Репостим Передаем приветы Пока